Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это направление PC, мобильные платформы, VR-платформы, консольные платформы и так далее. Именно вот о наших конфигурациях я хотела бы вам рассказать в рамках этой презентации. Так как к нам приходят партнеры, заказывая различный спектр услуг, то мы работаем с различными приложениями. Это и навигационные, какие-либо приложения и бизнес, и финансовый сектор, и облачные решения, и веб-сервисы. Да, все эти приложения тестируем, но все-таки 90% тестовых работ у нас направлено на тестирование именно игровых приложений. Именно поэтому очень остро стал вопрос в 2016 году выделения непосредственно конфигурационной лаборатории в рамках компании. Ну и нам нужно было определиться, на что мы делаем акцент, который определил бы у нас, какие именно конфигурации мы будем покупать, какие именно требования мы будем выставлять к этим конфигурациям, и на каких платформах будем работать. Ну вот как бы основные цели при создании этой лаборатории, которые мы преследовали. Естественно, когда издатель, разработчик выходит на рынок игровой, ему хочется охватить как можно больше аудиторию пользователей. И некоторые занижают планки системной конфигурации, это минимальные и рекомендуемые. И, собственно, от этого получается не совсем корректный, а иногда даже токсичный отклик пользователей, ну, с криками на форуме и так далее. Ну, поэтому часто к нам партнер приходил именно за поиском решений в правильных системных подборе, правильных системных конфигураций. Иногда код оптимизируется, а это очень часто, даже порой в некоторых крупных компаниях происходит, и необходимо произвести обновление информации по системным требованиям. Поэтому вот это один из пунктов, который мы хотели проводить в рамках нашей лаборатории. Я даже с вами поделюсь. У нас была ситуация, когда один партнер для своего приложения хотел заявить, с игрового приложения, хотел заявить системные требования Pentium 2. Это было около трех лет назад. Мы сдули пыль с первого компьютера нашего главбуха. Она привезла его со своего гаража, запустили, аплодировали все вместе. 98-й Windows запустился, но, к сожалению, не запустилось само приложение. Оно было несовместимо. Поэтому порой, когда наши партнеры пытаются занесить планку системных требований, мы все-таки рекомендуем их несколько изменять. Далее. Совместимость. Не всегда приложения совместимы не только с аппаратной частью компьютеров пользователей, но и зачастую несовместимы с некоторыми программным обеспечениями приложениями. Поэтому мы тоже этот акцент сделали. То есть для нас важно, чтобы мы проверяли не только, как ведет себя приложение на определенной конфигурации, но и как оно себя ведет при различных установленных программных обеспечениях, таких как, например, антивирус, ну или каких-либо драйверов. Также очень важным являлась производительность игр. Все мы знаем, что пользователи – это максимально избалованный контингент. Я и сама такая. Если что-то мне тормозит, не так прокачивается, определенные локации, я нервничаю, порой даже два раза панирую, три раза панирую, я просто перехожу на другую игру. Поэтому то качество игры, которое приходит на конечного пользователя, оно очень важно. И важно вовремя отловить, на каких именно конфигурациях игра показывает не тот результат, который хотелось бы видеть. Следующее – это стабильность работы. Вы знаете, тут даже не стоит отталкиваться от игровых приложений. Очень часто работают даже в приложениях, которые связаны, допустим, с какими-либо офисными работами, даже написание какой-либо доклады, диссертации. Если у вас вовремя не произошло автосохранение, а в это время произошло краш вашего многотонного труда. Собственно, это боль, печаль и негодование того клиента, который пользуется продуктом. Поэтому проверка стабильности работы приложения, игры для нас также являлась основным аспектом, который мы ставили перед собой при создании нашей лаборатории. Далее мы стали формировать требования к этой лаборатории. И здесь очень важным для нас является именно безопасность того приложения, которое мы тестируем. Все мы знаем с вами, что если информация о игровом контенте, который разрабатывает разработчик или планирует издать издатель в новом DLC или в новой игре, очень важно, чтобы оно поступило к пользователям на массовую аудиторию только тогда, когда само приложение запустилось, а не ранее. Поэтому для нас всегда важным является безопасность того, что мы тестируем. Мы даем стопроцентную гарантию, и поэтому использование удаленных ресурсов для нас сразу же отмелось как неправильный вариант. Я знаю, что есть очень большие лаборатории, которые предоставляют сервис удаленных устройств. Вы можете, заняв очередь, залить свое приложение, протестировать его. Но никто не знает, какое ПО установлено на этом оборудовании, в какое время это оборудование будет доступно, и кто находится рядом с этим оборудованием. Поэтому для нас неприемлемым явилось использование именно удаленных сервисов. Дело в том, что также в следующем пункте, 24 на 7, доступность, я хотела бы отметить, что динамика игрового рынка очень большая, и зачастую все работы, которые необходимо произвести, необходимо сделать еще вчера. И часто в 7 часов вечера, в 10 часов вечера к нам стучатся наши клиенты и партнеры и просят провести тестирование экстренно на определенных конфигурациях. Мы стараемся их поддерживать, поэтому для нас очень важно, чтобы на нашей офисной площадке всегда находилось в доступе 24 на 7 оборудование. Ну, или если оно сейчас занято другим проектом, мы просто говорим под временной слот, когда мы сможем провести эти работы. Естественно, для нас важно и стабильность того окружения, на котором проводится тестирование. Здесь как раз у нас был вопрос, когда мы формировали именно направление ПК конфигурации, проводить ли нам тестирование продуктов, которым приходит партнер на рабочих станциях наших сотрудников. А на 2016 год у нас было около 150 рабочих станций, рабочих мест. Тут у нас как раз было сомнение. Или выделять в отдельную конфигурационную лабораторию. То есть непосредственно это был бы стенд, и на них проводились бы работы. Вот на тот момент, в 2016 году, мы долго сомневались, но решающим оказались наши аналитики, наработанная статистика. Дело в том, что когда мы проводим проверку на рабочих станциях наших специалистов, мы делаем определенный след, допустим, мы проверяем производительность. Мы срезаем те значения ФПС, которые показывает игра на этом окружении. Отдаем результат в случае, если этот результат не устраивает клиента, то есть он хотел бы, чтобы на этой конфигурации само игровое приложение вело себя чуть с более хорошими результатами ФПС. Он оптимизирует этот код. Порой это занимает неделю, порой два месяца, иногда полгода, и возвращается к нам назад с этим приложением обновленным. Мы устанавливаем на тот же самый компьютер, проводим тестирование, ну и выясняется, что результат не совсем тот, который ожидал увидеть разработчик. Выяснение показало то, что за это время на этом окружении, на рабочей станции, а это именно рабочий компьютер, специалист, на котором он работает, был установлен дополнительное программное обеспечение, или незначительное, казалось бы, комплектующие вышло из строя, мы его заменили. То есть стопроцентной повторяемости окружения не было. Поэтому мы исключили вариант использования рабочих станций, за которыми работают наши специалисты. Мы выделили отдельные стенды, тестовые стенды, которые легли в основу создания конкурсионной лаборатории ПК. Ну и, естественно, в рамках наработки и создания этой лаборатории для нас очень важным является и скорость поставки того оборудования, которое требуется для нашего партнера. Бывают заказы, которые требуют очень узкоспецифического оборудования, при этом на длительный срок тестирования. У нас уже сформировался свой пол контрагентов, мы согласуем контрагентов по комплектующим, мы согласуем с ними на скорости поставки, согласуем с клиентами. Для нас очень важна скорость, в рамках которой мы получим данное оборудование у нас в лаборатории и сможем провести тестирование. Далее мы стали формировать направление, по которому мы будем охватывать и развивать в рамках лаборатории. То есть, естественно, сейчас даже подходя к холодильнику, вы можете наблюдать какие-либо возможности запустить игровое приложение. Даже прилетая из города в город на спинке самолета, соседнего сидения, вы можете играть собственную, любую игру. Но как бы периферийные и не совсем узкоспецифичные проверки и платформы мы сразу отмели, мы оставили для себя четыре основных флагмана. Это ПК-конфигурация, это мобильное устройство, консольные направления и свечи и VR. Все эти четыре направления сейчас активно развиваются, оборудование присутствует в нашей лаборатории. Но вот в рамках моего доклада я хотела бы вам рассказать про то, как мы создавали три платформы. Это мобильная платформа и ПК-конфигурация и VR-направление. В 2016 году VR-устройства и VR-технологии только-только начинали пользоваться популярностью, стали появляться разработчики, которые разрабатывали данные продукты. Мы таким для себя риском посчитали развитие данного направления в конфигурационной лаборатории, но тем не менее купили оборудование, купили Oculus Rift, TashTC Live, Gear VR. Данное оборудование у нас появилось, и к нам приходили на тестирование разработчики, могу назвать даже это, каких-либо стартап направлений в игровой индустрии. Мы проводили тестирование их продуктов на VR, но были образовательные, проверка образовательных программ, но масштабных проверок крупных игр не поступало. Это как бы показательным является, как вы видите, данная статистика. До 2019 года, до 2019 года даже начался спад некий в VR-направлениях. И 2020 год провел проверку всего, в том числе и на работу очень многих из нас на удаленных дистанционных режимах. И, к сожалению, VR-технологии, не к сожалению, наверное, даже к радости я бы отметила, VR-технологии, она стала развиваться, но, к сожалению, для нас мы стали меньше перемещаться, не только из страны в страну, но даже в рамках города и определенных заведений. Сейчас VR-направление активно растет. Почему растет? Во многих городах, странах также все еще запрещены посещения музеев, театров. И, собственно, сейчас многие вот эти объекты начинают разрабатывать VR, так скажем, экшены своих заведений. Поэтому, вот, обратите внимание, начинается увеличение спроса на VR-делайсы и на их разработку. Я ожидаю, что в ближайшие два года нам даже придется закупать дополнительное оборудование и проводить тестирование тех новых решений, которые будут появляться на рынке. Также очень активно VR-направление развивается у крупных компаний, которые работают со сложными устройствами. Так, например, нефтяные компании разрабатывают свои тренажеры для сотрудников, и он должен пройти сначала VR-шленный тест на данные, для допуска на то устройство, уже живое устройство, на котором он будет работать. Вот, поэтому очень перспективным направлением будет в ближайшее время. Я ожидаю, что парк мы будем пополнять, и оно будет интересным нам для... с целью того, чтобы мы будем тестировать не только игровые направления, но и какие-то другие решения, которые появятся на рынке. Что касается мобильных устройств, также спрос на приложения очень сильно увеличился за этот год. Но как бы не отталкиваясь от этого, а отталкиваясь от принципов, которые мы ставили при создании данного направления, отмечу, что для нас очень важным являлось максимальное покрытие разных мобильных устройств, девайсов, которые существовали на рынке. В 2016 году, на момент старта нашей идеи, у нас было в наличии 20 устройств, и мы долго выбирали пути, какие именно мы будем устройства покупать, от чего отталкиваться, как анализировать рынок. Поэтому, как бы вот, что касается iOS-люнейки, нам было проще решать. Новые появляющиеся флагманы мы старались покупать к себе в лабораторию, и на текущий момент мы имеем все оборудование Apple, начиная с iPhone 4, именно в мобильном направлении с iPhone 4 по текущий момент. Что касается Android, здесь все сильно сложнее. Очень большой парк устройств на рынке существует, и здесь мы стараемся отталкиваться от популярности, но популярности даже Worldwide, а не касательно каких-либо регионов, и от популярности технологий, которые реализованы в рамках данных устройств. У нас было два года назад, почему мы отказались от поддержки устройств узконаправленных на определенный регион, года два назад к нам постучался клиент и попросил, планировал запустить свою игру, так в формате Friends and Family, на территории Бразилии. Проведенная аналитика показала, что нам необходимо закупить устройства, популярность которых была на пике лет семь назад. К сожалению, данное оборудование для лаборатории не показало бы какой-либо перспективный рост, потому что мобильный рынок приложений сейчас очень сильно развивается, и новые движки, которые используют разработчики, отсекает очень большой пласт, и новые технологии, которые они подключают, отсекают очень большой пласт устройств. Поэтому вот то оборудование, которое бы мы чисто геолокационно по Амбразилию заточенные купили бы, но, к сожалению, нам не подошло. Также мы стараемся поддерживать многоверсионные операционные системы. Например, для iOS и Android у нас существует 14 последних версий, и мы проводим проверки, если с клиентом это согласовано, на разных этих версиях. Очень важно иметь в виду, когда вы будете, если вы захотите формировать такую же лабораторию, что необходимо иметь и хороший парк устройств дополнительных периферии. То есть если мы говорим о каком-то музыкальном приложении, естественно, нам необходимо проверить, как будет себя показывать данное приложение на наушниках разных лендеров, соединяясь по Bluetooth. Ну и многие игроделы любят подключать к мобильным устройствам еще и возможности игры с геймпада. Поэтому парк геймпадов также у нас присутствует, и мы эти проверки проводим. Сейчас тоже немножко вам статистики. Вы видите, что, что касается Android, начиная с статистикой, начиная с 2020 года, как изменялась динамика популярности версий. Именно поэтому мы не берем только флагманы операционных систем последних двух. Мы стараемся поддерживать как можно больше операционных систем, но, естественно, часть из них уже из-за непопулярности не поддерживаем, не держим у себя на устройствах. Что касается рынка мобильных устройств, он также очень сильно изменился за этот год. Аналитику мы собираем раз в год, ежеквартально и обновляем ежемесячно. С чем это связано? В этом году часть вендоров ушла из этого топ-листа по той причине, что комплектующие, которые составляют мобильные устройства, производились на территориях Китая, провинции Китая, и первые полугода, полгода этого года доставка из Китая была этих комплектующих очень сложна. Поэтому число устройств от определенных вендоров на рынке сократилось, но некоторые, как мы видим, подняли свои позиции. И поэтому при закупках, в последующих закупках мы смотрим на вот этот топ-лист и определяем, собственно, какое устройство будет популярно в следующий квартал. И от этого будем определять, какое именно мы будем покупать в нашу лабораторию. Что касается ПК-конфигурации, здесь, да, как я уже рассказывала вам, у нас стояло большой пласт задач, стояло очень много изначальных требований. То есть нам нужно было покрыть конфигурации в рамках ПК-лаборатории от 2005 года по текущий момент. Мы с вами понимаем, что текущий момент у нас постоянно изменяется. То есть если я про сегодняшний день говорю, то спустя 2-3 месяца уже появится новое решение для PC-конфигурации, и они также будут у нас выполняться. Ну, на тот момент, вот планка стояла от 2005 года по текущий момент, и нам нужно было подумать, сколько это примерно будет конфигурации. У меня крутилась цифра в районе полутора тысяч. Если мы это делали бы отдельным рабочим тестовым стендом, то представьте себе полторы тысячи стендов, какая должна быть офисная площадка, какой должен быть отдел сервисный, который отслуживал бы данные, оборудование, сколько специалистов бы должно было работать там. Поэтому вот данные перипетии привели нас к мыслям, что необходимо создать эту лабораторию с определенными постоянными комплектующими и с изменяемыми частями. В качестве постоянных мы определили для себя, что оно будет в рамках... Эту единицу мы назвали тестовым стендом, и в рамках этого тестового стенда у нас постоянной частью будут процессоры и операционная система. Изменяемой частью у нас стали видеокарты и оперативная память. То есть имеется тестовый стенд, у которого в рамках проверок постоянно происходят изменения оперативной памяти, изменения видеокарты. Это наложило следующее требование по обслуживанию. То есть нам необходимо было подумать, каким образом у нас будет выглядеть этот тестовый стенд, чтобы он был способен... способен обслуживать такое количество изменяющихся комплектующих, чтобы он был легок в обслуживании. И, собственно, мы в 2016 году такую крутую идею у нас было посетить именно Игромир. И зайдя на стенд термалтейка, мы буквально влюбились в то, что мы увидели. Мы увидели термалтейк, вот такой корпус, который позволяет в рамках проведения работ спокойно изменять комплектующие, которые у него присутствуют. Да, он, конечно, накладывает определенные требования к человеку, который работает с ним. То есть нельзя возле него никакие держать, допустим, даже напитки, еду, потому что все это открыто, все это находится в постоянном рабочем состоянии. Неправильное, неловкое движение может привести и к травме человека, и к травме самого аппаратного обеспечения. Но мы остановились на данном оборудовании. Оно у нас... Корпус выбрали мы корпи P3 и P5 термалтейка. Но вот число продаваемых корпусов сейчас на рынке именно вот этой линейки сократилось. И в последний год, когда у нас стояла задача расширить лабораторию ПК-конфигурации, мы купили новое решение, новый корпус от этой же компании Vue 28 RGB. Он содержит в себе небольшое окошко, которое позволяет также обслуживать... Корпус содержит небольшое окошко, которое позволяет обслуживать его, ну, чуть с большим затруднением, но все же лучше, чем если бы это был закрытый корпус. Сейчас я вам покажу небольшое видео, в рамках которого вы увидите, собственно, сам этот корпус термалтейковский и как сам тестовый стенд выглядит. Системный администратор сейчас производит демонтаж оборудования. Вы видите, что это достаточно легко и просто происходит. И далее он проведет назад монтаж. Что хотелось бы отметить. Наша практика показала, что необходимо проводить профилактику этого оборудования раз в месяц, замену термопаст. Корпус, а не корпус, а сам тестовый стенд работает под высокой нагрузкой и необходимо также проводить проверку данного оборудования не вышло для строя какой-либо комплектующей. Потому что, если мы проводим проверку, как работает приложение, очень важно, чтобы не вмешивалась в это и проблема с аппаратной частью. Поэтому наши системные администраторы проводят диагностику и в случае поломки какого-либо элемента мы имеем МЗ-запас, которым заменяем то комплектующие, которое вышло из строя. Либо его ремонтируем. Собственно, видеокарты 2005 года, 2006-2007 год практически сейчас невозможно купить на официальных рынках. Они уже вышли из продажи. Поэтому поиск этих видеокарт, поиск комплектующих, процессоров у нас происходил немного с болью. Не в плане рекламы, но в плане поделиться с вами этой болью. Мы использовали ресурс Авито. И заказывали видеокарты, которые нам требовались практически со всего СМГ-пространства. Ему спасибо этому СМГ-пространству, что он такие раритеты и винтажные вещи хранит у себя в рабочем состоянии. Это оборудование поступало к нам, в сервисный центр. Мы проводили его диагностику, потому что, повторюсь, мне хотелось бы, чтобы аппаратные проблемы оказывали влияние на тот результат, который мы получаем при проверке работоприложения. Проводят проверку. И после этого только лишь данное обеспечение программное у нас интегрирует непосредственно саму лабораторию. Сложнее всего была доставка с острова Сахалин. Мы ждали видеокарту две недели, очень переживали, но доставка привезла в целости и в сохранности это оборудование, и, собственно, мы ее запустили. У нас есть матрица совместимости. В этой матрице совместимости мы указываем видеокарты, указываем операционную систему, указываем процессоры, и, естественно, не все это совместимо друг с другом. Поэтому руководитель этого направления у нас четко фиксирует, какие именно пересечения конфигурации несовместимы. Также эта матрица у нас порой разрастается, становится несколько трехмерным вариантом. С чем это связано? Это связано с тем, что каждая видеокарта сопровождается еще и программным обеспечением, драйверами, и пользователи порой бывают капризны, отключая автообновление драйверов на своих компьютерах, на которых они играют. И при этом очень капризничают, если выясняется, что игра крашется на этих драйверах. Мне порой очень жалко разработчиков, которые стараются адаптировать игру под драйвера двух-трехлетней давности. Но вот, к сожалению, это так. И они учитывают, очень внимательно относятся к игрокам, учитывают их пожелания и стараются вот эту поддержку организовать. Поэтому вот, когда мы беседуем с нашим партнером, с нашим клиентом, мы согласовываем на каких именно пересечениях из матрицы совместимости мы будем работать, с чего мы будем составлять ту конфигурацию, на которой будем проводить оценку приложений. Собственно, как сам тестовый стенд собирается? Помните, я вам рассказывала про то, что рабочие станции мы сразу исключили из состава конфигурационной лаборатории. Поэтому для нас все так же основным моментом являлась чистота и стопроцентная повторяемость окружения, на котором мы проводим тестирование. Если наш партнер обращался к нам год назад, проводя тестирование своего положения, и через год, возвращаясь к нам, хочет провести тестирование на том же окружении, мы его должны стопроцентно организовать. Поэтому было принято решение, дабы какие-либо сторонние приложения не вмешивались в работу, и в те результаты, которые показывало тестируемое приложение, мы приняли решение, что каждый раз проверка приложения на определенном тестовом стенде будет проходить при чистой операционной системе. Произведен был замер, сколько времени нам потребуется на установку операционной системы на различные процессоры. Время варьировалось от 5 минут до 25 минут, в зависимости от того, насколько производительным являлся тестовый стенд. Нам это не подходило. Стали рассматривать другие решения, и пришли к тому, что Акронис предлагает очень интересный вариант, это создание образа, и по факту каждый раз мы из образа восстанавливаем на тестовом стенде операционную систему и то программное окружение, которое у нас должно быть фиксировано. По времени это занимает от 7 до 10 минут, нас это устраивало. То есть тестовый стенд, на него из образа устанавливается операционная система. В качестве операционных систем мы выбрали Windows от XP до 10-ки и поддерживаем их сейчас. Устанавливается операционная система, и далее мы устанавливаем видеокарту. Далее устанавливается определенный драйвер, который нужен для проверки, ну и проводится само тестирование приложений, которое к нам пришло. Более масштабно, как это выглядит, когда мы работаем одновременно на нескольких стендах, показывается в рамках этой картинки операции. Дело в том, что XP-матрица совместимости, которые я вам ранее показала, формируется список устройств, на которых, с пирсов, конфигурация, на которых будет проводиться проверка, и формируется определенный цикл, в рамках которого определяется, где и в какой момент какая видеокарта на каком тестовом стенде должна находиться. Таким образом, когда тестовый стенд готов, проведен замер определенных показателей, мы передаем данную видеокарту на следующий стенд и так далее по цепочке. И таким образом проводится проверка на множестве конфигураций для приложения. Как выглядит сам цикл конфигурационного тестирования? Можно увидеть на данном слайде. Мы получаем запрос от наших клиентов, от наших партнеров, формируем те требования, которые мы накладываем на число конфигурации, на вид конфигураций. Далее QElet у нас проводит оценку ресурсов, которые необходимо привлечь под данные работы, и составляет тот цикл, в рамках которого вот эта вот видеокарта будет передаваться от одного стенда к другому стенду, и согласовывает его с клиентом. Далее идет поставка версии, проверяем корректность ее запуска работы. Бывает так, что приложение, которое приходит к нам, бывает и в нерабочем состоянии. Бывает. Далее готовятся стенды. Обязательный этап – это инструктаж команды. Без этого ни один сотрудник не допускается к тестовым стендам. Далее сама итерация проводится, ну и формируется отчет по тем работам, которые мы обсуждали с нашим клиентом. Очень важно, чтобы каждый этап отработал максимально правильно. Любая заминка, допустим, даже неправильный расчет нашим лидом того числа конфигурации и тех временных работ, которые мы проводим в рамках этой операции, в рамках этой проверки, может привести к сдвигам, очень серьезным сдвигам. И очень важно, чтобы каждый этап отработал в рамках именно тех заявленных ресурсных и временных границ, которые мы обсуждали. Важно, чтобы стенды были готовы, важно, чтобы билд пришел вовремя, а не спустя 2-3 часа, чем время заявлено перед нашей работой. Важно, чтобы команда была проинструктирована, важно, чтобы итерация проведена была вовремя. И очень важно, конечно же, самое первое, понять, что именно хочет клиент, и сформировать отчет именно в том формате, с той статистикой, аналитикой, которую он хотел увидеть. Данные создания этой лаборатории у нас потребовало очень сильной реорганизации не только внутри отдела тестирования, не только внутри образовательного отдела, но и наложило определенные требования на эту инфраструктуру. В первичном мы обсуждали, что поставка версии, которая идет у нас на тестирование, в конфигурационной лаборатории будет проходить с файлового какого-либо обменника ресурса клиента на каждый отдельный тестовый стенд. К сожалению, это была неправильная практика с нашей стороны, так как моментально закончился интернет во всей компании. А вы сами представляете, что такое деб-сборка. Это порой даже из 100 гигов приложения игрового. Поэтому было принято решение купить дополнительное оборудование, развернуть на нем файловое хранилище у нас внутри тестового отдела, и автоскриптами производится забор того приложения, того продукта, который мы проводим, который мы тестируем к нам на наше хранилище. Далее, перед началом рабочего дня по локальной системе, по локальной сети данный билд расстается на тестовый стенд, да и мы начинаем работать. Бывали ситуации, когда небольшой сбой в интернет-сети, в интернет-канале приводил к тому, что заливка версии на наше файловое хранилище не отрабатывала корректно. Иногда бывало, что длительное время недоступна была магистраль. Такие моменты нам тоже не подходили, как и нашим клиентам. Мы вынуждены были создать два дополнительных резервных интернет-канала, и сейчас, когда у нас возникают такие либо проблемы с провайдером, с качеством связи, мы моментально переключаем либо проект, либо весь отдел на резервное питание. Около 4 гигабит в секунду вот текущий интернет-канал основной у нас в компании. И, собственно, работаем без затруднения, не страдает ни один из проектов, тем более конфигурационная лаборатория. Далее. структура команды. Вы можете спросить, что здесь делает системный администратор, но он является очень необходимым специалистом в этой команде, так как оборудование имеет свойство ломаться, и необходимо быстрое исправление данного оборудования. Порой системный администратор работает у нас с паяльником, не только с отверткой. И если в рамках нашего сервисного отдела не удается быстро починить оборудование, либо оно заменяется на дубликат этого комплектующего на складе, если у нас такого дубликата нет, то мы, к сожалению, вычеркиваем данную конфигурацию из цикла тестирования и ожидаем поставки оборудования, которое смогло бы заменить. Очень важным является Киэлит, я это отмечала, потому что на его плечах лежит задача правильно организовать работу, правильно рассчитать цикл, правильно провести инструктаж команды и предоставить те результаты, которые были согласованы с клиентом. Ну и сами тестировщики без, как я уточняла, без допуска, без изучения изучения того, как работать с тестовым стентом, как работать с программным обеспечением, которые находятся на этом оборудовании, мы не допускаем специалистов. Вы можете в рамках вот этого видеоролика сейчас посмотреть, собственно, как выглядит наша лаборатория. Здесь только часть ее указаны вендоры процессоров. Мы, как правило, используем вендоров Intel, AMD. Для видеокарт мы используем только лишь NVIDIA и AMD видеокарты. Стараемся покупать в соотношении 50 на 50 и, собственно, все это, проходя сначала первичную проверку на нашей, в нашем сервисном центре, только после этого она интегрируется уже непосредственно в сам цикл. Вы видите на видеоролике, что все находится в открытом состоянии, поэтому вот в данную офисную площадку у нас запрещен вход с кофе, чаем, то есть сотрудники должны на этих рабочих станциях только работать. работы оборудования состоит очень сильное тепловое поле, поэтому это помещение оснащено кондиционированием, вентиляцией, приточкой, дабы комфортно было не только оборудование работать, но и нашим специалистам. ну и переходя к бюджету лаборатории, хочу отметить основные составляющие, которые являются определяющими для нее. То есть первично, когда мы определяли, что платформа, которые будут лежать в основе этой лаборатории, мы заложили бюджет под закупку этого оборудования. Оборудование было собственно приобретено, но не стоит забывать про то, что его нужно постоянно, постоянно обновлять, закупать. Также отмечу, что оборудование жестко привязано сейчас к курсу доллара, и если мы этот год начинали с 64 рублей за доллар, то мы текущим моментом уже составляем свыше 75, то тут планирование бюджета должно быть гибкое. У нас составляется планирование закупок на год, но, к сожалению, оно из-за этого курса доллара постоянно обдейтится в рамках квартала. Также мы смотрим за теми технологиями, которые появляются на рынке. Естественно, не стоит сразу же обижать, как только появилось новое мобильное устройство и новая видеокарта на рынке. Стоит подождать в рамках квартала, когда и все технические проблемы в рамках пользования этими устройствами будут выявлены пользователями и произойдет модернизация данных устройств. и в то же время цена немножко снизится. В этом случае мы закупаем и интегрируем в нашу лабораторию. Кроме этого большой пласт данного бюджета составляет зарплата специалистов, организация офисного пространства и ремонт оборудования. У нас есть отдельный сервисный центр, который производит ремонт оборудования и если ремонт не может нам дать стопроцентное работающее комплектующее устройство, то мы вынуждены заменять его. Конечно, оцениваем сначала востребованность этого устройства по числу заказов. И если имеет очень частое использование, то стараемся заказать его и дабы оно было у нас поличие. И так переходя к финальной части моего доклада, я думаю, информация была полезна для вас и в случае, если вы решите составить данную лабораторию на площадках своих студий, своих компаний, на что стоит обратить внимание, что стоит запланировать. Естественно, это бюджет. Бюджет, я вам рассказала, постоянно необходимо модернизировать и к нему подходить. Что касается специалистов, необходимо, мы вынуждены будем создать даже свой образовательный отдел, который у нас задавливает специалистов для работы на разных платформах, на разных видах работ. Поэтому очень важно на что стоит обратить внимание, это экспертизы, компетенции ваших специалистов. Пришлось модернизировать IT-инфраструктуру, то есть под это тоже стоит задуматься, дабы не столкнуться с проблемами уже на этапе выполнения работы. Ну и следующий пункт, это, конечно же, модернизация тех офисных площадок, которые у вас есть. Ну вот, подводя итог, что могу сказать. На текущий момент у нас имеется в наличии 250 рабочих станций. Это рабочий компьютер, на которых наши специалисты работают, 30 ноутбуков, свыше 2000 конфигураций в рамках конфигурационной лаборатории ПК-устройств, свыше 100 девайсов в мобильных платформах. Как мы его формулировали, это 80% смартфонов и 20% планшетов. И консоли разных линеек свечи и VR-устройства. Я надеюсь, у вас возникли вопросы, и вы их сейчас мне можете задать. Если на какие-то вопросы я не успею ответить в рамках данной конференции, вы можете меня найти по вот этим контактам и написать. Я отдельно вам отвечу. Да, Алена, спасибо большое за презентацию. Было очень интересно. Спасибо, что пришли к нам сегодня. Есть вопросы, конечно же, у зрителей. Максим спрашивает, вы не говорили про программные эмуляции. Использовали ли вы такие? Расскажите, есть ли использовали. Программы эмуляции мы стараемся не использовать, потому что они не репрезентативно показывают, ну, если, допустим, мы будем с вами говорить про производительность, оценки производительности системы, то желательно и правильно запускать именно на том ободородовании, на котором необходимо провести это тестирование. У нас очень часто была аналитика, что замеры, которые мы проводили на эмуляторах, они были неправильными, некорректными. Повторная проверка на конфетном девайсе показывает совершенно имя результаты. Поэтому мы отказались. Понятно. Еще один вопрос от Максима. Вы говорили про администратора и паяльник. У вас есть ремонтный отдел? Какой отдел, я просить, не дошла. ремонтный отдел? Ремонтный отдел. У нас это называется сервисный центр. В нем работают четыре системных администратора. Один администратор у нас проводит профилактику оборудования. Второй администратор у нас производит ремонт оборудования. Ну, собственно, два остальных подключаются в зависимости от того момента, в котором сейчас максимальная нагрузка. сервисный центр вынуждены наше решение, то есть мы без этого не можем жить. Если у нас ломается оборудование в рамках цикла, выполнения цикла, у нас первично обсуждалось, что мы даем от 20 минут до часа времени для наших специалистов на ремонт того комплектующего, которое вышло из строя. Мы стараемся данную конфигурацию оставлять на конец цикла. То есть как только оно исправляется, мы проводим его тестирование по завершению всех работ, дабы не сместить весь цикл, который у нас сейчас закончен. Да, системный администратор нужен, технический специалист. В принципе, по вопросам все. У вас очень интересная лаборатория, вас было очень интересно послушать. Хотел забывать, конечно, там лично. Мы всегда открыты к гостям, всегда рады. Очень надеюсь, что в ближайшее время будут сняты ограничения по перемещению. Приезжайте. Спасибо большое. Спасибо. Будет интересно узнать о вас еще больше. Спасибо большое за презентацию. Думаю, на данный момент это все. Спасибо большое чатику. КОНЕЦ